Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. В 1779 году в Петербург приехал граф Калиостро и стал показывать свои целебные чудеса. Есть предание, что Калиостро побывал на даче у графа Строганова. Наделав повсюду долгов, Калиостро скрывался в погребе у Ивана Перфильча Елагина, где пил почти за поем. Отсюда Калиостро был потихонечку вывезен в кибитке со своей женой и доставлен в метаву. Впровожатый Елагин дал ему одного старого солдата. Иван Перфильч Елагин не любил, чтобы другие ели, когда у него нет аппетита. Ходили гулять, когда у него болит нога. И вообще делали то, что он в данный момент делать не мог. У него ежедневно был великолепный стол, и без гостей он никогда не ел. Если он чувствовал себя хорошо, тогда он почивал напропалую, непрестанно сетуя, что мало едят и пьют. Когда же у него не было аппетита или доктора запрещали ему есть, то он говорил, как это люди себя не берегут и предаются излишествам в еде и питье. Елагин был директором театра, который он страстно любил. Когда по состоянию здоровья он не мог там присутствовать, а кто-нибудь из знакомых туда ехал, то Елагин начинал ворчать. Прямо не понимаю, не понимаю этой страсти к театру. Что за ней видать такая? Добро быть что-нибудь новое, а то все одно и то же, что вчера, то и нынче. Тоже те же пьесы, те же актеры и те же кулисы. Князь Потемкин был могущественнейшим лицом в государстве. В силу своего положения он затемнял заслуги всех своих преемников на военном поприще. Много неприятностей причинил Потемкин и Румянцеву, но последний никогда не жаловался на это, а только избегал разговоров на эту тему. Когда до Румянцева дошло известие о смерти Потемкина, то он не смог удержаться от слез. На недоуменные вопросы он отвечал, «Чему вы удивляетесь? Потемкин был мне соперником, но Россия лишилась в нем усерднейшего сына». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok